здравствуйте приветствую вас на канале ольга сантеро у нас сегодня расклад на тему апрель что принесет апрель каким станет вашей жизни и так мои дорогие давайте посмотрим у нас сегодня будет четыре варианта расклад на стихии и посмотрим первый вариант королева жазлов стихия огонь знаки зодиака овен лев стрелец второй вариант королева мечей стихия воздух знаки зодиака близнецы весы водолей третий вариант королева чаш стихия вода знаки зодиака рак скорпион рыбы и четвертый вариант стихия земля знаки зодиака телец дева козерог и так мои дорогие выбирайте по колоде по стихии по картинке по королеве как вам нравится потому что в разные периоды нашей жизни мы можем чувствовать себя в разных стихиях какой-то момент нам очень важно что-то материальное некое желание заземлиться иногда нам хочется любви страсти огня иногда мы желаем держать все под контролем и нам нужна энергия для достижения своих целей и так мои дорогие настраиваемся на гадание выбирайте кому как подсказывает интуиции возможно в периоде этого месяца апреля вы пожелаете посмотреть еще какой-то варианты дабы получить свою подсказку дабы получить свой совет от таро и так мои дорогие давайте начнем кому не хватает времени ставьте на паузу первый вариант стихия огонь королева жезла знаки зодиака овенлив стрелец давайте посмотрим что же ждет вас что же ждет вас в апреле какие события вас ждут и так давайте посмотрим какие события ждут ох вы знаете очень такая идет поправочка по материальному плану хорошие какие-то вот события очень хорошо будет вообще материальный канал вас работать деньги будут приходить возможно будете на что-то тратить эти деньги но очень очень удачно прекрасный месяц на некое на некие важные такие значимые покупки потому что вот идет по карте плодородия то есть то что будет приобретено она будет хорошо служить она будет вам нравится до приносить пользу приносить некие дивиденды то есть здесь очень очень хорошо центральная карта целительства я вам скажу что действительно дела идут на поправку как и в материальном плане так и очень вероятно по здоровью то есть вам действительно будет сопутствовать удача в этом периоде и карта целительства показывает как впрок правильно правильное будет распоряжение вот этой удачи не просто знаете где-то спустить эту удачу на тормозах а действительно в этой удачи очень качественно воспользуйтесь и карта целительства всегда показывает ситуацию улучшения улучшения здоровья улучшение ваших материальных каких-то дел улучшение вообще общение с людьми возможно взаимоотношений с людьми и вы знаете карта плодородия как будут очень хорошие плоды будут очень хорошие результаты в этом периоде очень благоприятно покупки знаете такие масштабные долгожданные возможно очень что приходит денег будет который позволит вам найти покупки совершить которые возможно сейчас пока что и не планируете но здесь очень может быть хороший месяц материальном плане и хорошие покупки в этом месяце хорошие события очень благоприятный период я понимаю что возможно в этом периоде кто-то по этим картам будет решать очень важные вопросы важные вопросы которые по сути где-то висят в воздухе которые возможно не всегда имеет приятные отпечаток а где-то наоборот это какие-то сложности нужно решить какие-то вопросы куда-то съездить по здоровью по делам до решить какие-то критичные момент вот я вам здесь скажу что будут очень плодотворным будет этот период вы много успеете вас многое сможете сделать вы будете в ресурсе вы будете в силе решить какие-то текущие свои вопросы и возможно даже те что длительное время как-то зависали вот апрель для вас очень очень активен я вам скажу конечно что такая прямо проходит активность в этом месяце до плодородие тоже добавляет вот этой энергии желание дать еще 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 как можно больше успеть в этом периоде я вам скажу что это может сопровождаться определенной усталостью но эта усталость она будет какой-то приятной да потому что результат вас прямо ну будет радовать и вы будете очень довольны этим периода он будет и в материальном и неком эмоциональном плане на подъеме давать ох вы девочки карта совета но вы знаете что до карты показали что этот период для вас действительно где-то судьбоносный где-то будут происходить события на которые вы не особо можете повлиять и я вижу знаете как будет возможность будут люди идти вам навстречу и вам захочется решить еще это еще это еще это и здесь показывает карту что некие события будут вне вашего влияния будут происходить но вы знаете карта кармы карта тройного закона показывает что то что-то уже предопределено в этом месяце и это какие-то долгожданные события долгожданные решения долгожданные происшествия вообще то я вам скажу что очень удачный месяц для вас и здесь конечно совет воспользуйся этой энергией которая идет в пространство максимально максимально воспользуй потому что сама судьба будет благоволить и где-то твой шаг будет сопутствоваться каждый твой шаг будет сопутствоваться определенной удачи определенным результатом идем дальше и дорогие прямо чихнула знаете на подтверждение данном раскладу и так давайте посмотрим давайте посмотрим дальше работа дела учеба что у нас здесь будет происходить какие события видим что очень даже плодотворными удача на вашей стороне очень так материальном плане хорошо кто-то будет подгрызать возможно где-то что-то давно это очень так незначительно на ситуацию может повлиять и так работа дела и учеба ну что я вам скажу девочки смотрите касаемо работы ситуация особо меняться не будет касаемо работы здесь даже больше такая идет такой идет момент что могут быть какие-то разговоры могут быть какая-то ситуация извне как бы кто-то желает вмешаться как бы кто-то желает вам помешать но но вы в нужный момент сориентируетесь и оградите себя от людей которые так или иначе до хотят вам испортить настроение или испортить течение ваших дел я две я бы здесь сказала что вы как бы сами будете ограждаться папу по поводу работы я высказала здесь что здесь на прямо как вы знаете что вы делаете вот вы знаете что вы делаете и никто не может вас сбить дороги во-первых во я вам скажу что очень маловероятно когда задерживаться на работе или быть перегруженной как бы вы знаете свои свою работу вы как-то очень качественно очень хорошо будете ее исполнять и как-то отсекая все лишнее но я вам скажу что да вот эта карта восьмерочка мечей она может показывать что кто-то как бы будет желать вмешаться да как бы вот подгрызть потому что здесь знаете как глаз упал на вот эту саранчу то есть вам будет сопутствовать удачу и возможно не всем это будет нравится и где-то кто-то будет найти пожелает вам как-то картину настроение испортить вообще на это не обращайте внимание идите своей дорогой потому что здесь проходит момент что вам нужно немножечко абстрагироваться возможно от внешнего фона до от каких-то новостей от каких-то разговоров по коридорам а вот этого всего нужно абстрагироваться сосредоточиться на своих целях потому что у вас прямо очень продуктивный период и здесь знаете такой вот момент что ищите ответ в себе да не по сторонам в себе ищите ответ вы как бы его знаете вы знаете как поступить вы знаете как решить ту или иную задачу и вам не нужна внешняя помощь вы понимаете как вот не нужна внешняя помощь то есть вы очень хорошо знаете как вам нужно и чужой совет вам вам не пригодится по сути здесь что касаемо дел знаете такая решительность решительность и здесь вы действительно решите какие-то вот важные дела я бы даже здесь сказала что к вам будут прислушиваться касаемо дел и здесь какая-то прямо проходит определенная точность и резкость как будто бы вы замечаете то что хотят скрыть то есть в делах у вас должен то очень даже знаете такая мечевая энергия ситуация когда вы как бы знаете правильный ответ и знаете что вы правы и знаете что вы правильно действуете то есть никто вас не может обмануть никто вас не может сбить с пути по сути очень даже продуктивный и вот этот момент королевы мечей вы сами будете определять что отсечь а что принять свою жизнь а действительно будут какие-то возможности эта карта показывает на очень быстрое течение делу но очень быстрое разрешение этих или иных вопрос но здесь прямо знаете вот идет подсказка то есть здесь по карте целительства и плодородие очень успешным будет некое начинание чтобы вы не начинали какие бы знания вам не приходили вы как бы выбираете нужные ценные и важные для себя и вас никто не может сбить с пути вам никто не может вот преградить дорогу если вы что-то вот пожелаете начать или как-то чем-то увлечься или в общем да иногда так бывает что что-то на планируешь а вот кого-то встретил да все планы пошли кувырком вот я вижу что ваши планы никто не сможет нарушить возможно возможно очень что вам придется кого-то и на место поставить выставив какие-то определенные стены грани приоритеты вообще в своей жизни ну давайте посмотрим сюда совет очень приятно и очень приятная энергия касаемо дел и работы вам будет очень хорошо все даваться более того эта карта показывает на очень качественные переговоры и эта карта она показывает прямо правильные приятные разговоры договоры контракты то есть здесь очень даже успешно вы будете видеть нужно она вам или нет но предложение в этом периоде очень даже могут поступить касаемо работы я вот здесь что хочу сказать здесь может проходить момент что как бы некая нагрузка может прийти то есть чужую работу до попросят исполнить задержаться где-то на работе здесь нужно конечно придерживаться своего интереса то есть вот мое рабочее время если я успею в это рабочее время сделать какую-то дополнительную работу тогда да но вот мое рабочее время закончилось я иду домой почему это говорю потому что девочки смотрите здесь такая насыщенность идет что вы можете просто уставать просто уставать и вам нужно как бы для себя понимать что вам нужно выделять время для себя для отдыха для развлечения для наполнения энергии потому что здесь может проходить момент что какая-то как добавка знаете как больше работы чем обычно как больше дел как обычно но вам нужно прямо выставлять такие приоритеты например воскресенье день отдыха то есть я ничего и вообще не делаю про работу не думаю и и вообще да вот никаких дел не решали или там рабочее время там пять часов закончилось и я иду домой потому что у меня есть личная жизнь потому что у меня есть какие-то увлечения у меня есть я которая хочет отдохнуть да и здесь вот про просто нужно расставить все на свои места и понимать что вот некая занятость деловая это еще не вся ваша жизнь и потому что здесь может быть некое выгорание и здесь даже карты показали по тройному закону то есть то что лучшее должно прийти она и так придет твою жизнь иногда нужно выделять время для себя для отдыха не загружать себя потому что ты как бы и не сможешь чем результатом насладиться если ты будешь себя перегружать ну вот такая вот ситуации давайте посмотрим дальше посмотрим личную жизнь и что у нас по личной жизни что по личной жизни личная жизнь ух ты кто-то прямо знаете тоскует печалится о вас и желает желает где-то знаете вообще неосуществимое для себя то есть такую женщину как вы покорить нельзя только через любовь через какие-то манипуляции тут не пройдет но я вижу что некий мужчина скучает по ванночку чает и злиться знаете вот скучает и злиться сам с тобой сделать ничего не может скучает и злиться вы возможно уже и думать забыли об этом человеке но я вижу что ему покоя нет да какой-то вот человек из прошлого да скучает или злиться и печалится потому что у вас прямо все очень хорошо по личной жизни девочки очень хорошо смотрите для тех кто сейчас ссоре я бы сказал что здесь человек хочет что-то вам доказывать для тех кто в ссоре хочет вам что-то доказывать хочется ситуацию под контроль хочет себе и всем вокруг доказать что он классный и вам тоже знаете в том числе то есть что-то желает вам доказать почему первую очередь себе что-то хочет доказать потому что без вас ему тошно скучно и печально но давайте посмотрим если в ссоре выйдет ли на связь ухты девочки а очень даже очень даже где-то он прямо знаете в своем вот этом ковырянии он будет искать с вами встречи он будет искать встречи он будет искать какого-то объяснение какого-то разговора с вами как-то ему хочется прямо вас увидеть и вы знаете что это не совсем вот где-то там в соцсетях посмотреть ваши фото как бы желание увидеть вас настоящую в моменте знаете здесь и сейчас то есть здесь очень может быть проявление человека с которым вы возможно сейчас каких-то напряженных отношениях или в ссоре потому что здесь проходит ситуация что как вы знаете хочет и себе доказать и окружающим сердце его печалится и скучно ему без вас и печально ему без вас и сам себя какой-то ревностью догрызает что вот у вас в жизни возможно меняется событие меняется люди и он где-то может остаться далеко позади здесь человек может очень даже выйти на связь тот sky с кем вы в ссоре сейчас вообще что касаемо личной жизни очень хорошие события очень хорошие людей девушек которые сейчас в поиске новых отношений или вот на выборе дам в желании новых отношений этот месяц для вас чрезвычайно вообще удачным удачные вообще в общении с мужчинами и здесь действительно карта исцеления которая идет центральная может говорить о том что некий вопрос который вас тревожит он будет иметь улучшение в этом периоде когда целительство не показывает чего-то мгновенного чего-то очень знаете такого это некий такой момент она лечит лечит ваше сердце то есть здесь для тех кто одинок кто сейчас печали будет некое исцеление по личной жизни и я вам скажу что некое знакомство приятное для вас но которому вы можете не дать такого вот значение на первый взгляд она может очень себя проявить красиво в будущем то есть у вас может произойти знакомство которые нему возможно не будет иметь такого бурного развития поначалу но к удивлению вашим оно может дать очень хороший результат в будущем ты здесь может быть завязаться знакомства здесь может завязать сообщение которое вот со временем действительно даст очень хороший результат по сути я вам скажу что этот месяц для вас удачным и мужчины к вам будут притягиваться удачные из мужчины с которыми стоит уделить им время уделить им внимание и вы знаете карта кармы карта судьбы показывает что здесь действительно может притянуться тот человек которого вы бы хотели видеть рядом вообще-то вы знаете центральная карта солнце и как и какая бы ситуация не было у вас на сегодняшний день апрель может все изменить все изменить у вас в личной жизни и очень-очень вас порадовать ну давайте посмотрим еще для тех кто в паре девочки если даже есть какие-то разногласия если даже есть какие-то нюансы у вас на сегодняшний день если на расстоянии например человек прямо в ну вот сближение сближение планы на будущее очень хорошая ситуация знаете она где-то даже если даже вот в этом периоде будут какие-то мелкие разборки для тех кто паре сейчас эта ситуация как-то будет в плюс то есть при этим при этих разговорах при этих знаете каких-то мелких несогласиях здесь люди будут выходить на некий компромисс и здесь люди будут в поиске истины они ее найдут здесь действительно апрель очень благоприятный для развития отношений для совместных поездок для совместных покупок для свиданий для вы знаете тепла друг друга и для проявления чувств и вы знаете очень как-то может быть такой всплеск энергетический всплеск страсти всплеск нежности по отношению друг к другу такой всплеск тепла до по отношению друг другу действительно месяц развития отношений где-то он эмоциональный где-то вот это солнце она может и обжечь она может проявить какие-то нюансы которые которым вам нужно знать здесь и сейчас то есть для кого-то даже может пройти что если вы находитесь токсичных отношениях отношений которые по сути не имеет будущего здесь может прямо все оголиться может потому что вот солнце она как бы проявляет все проявляет все но я вам скажу что и в то же время она как бы показывает вам настоящие и лучшие для вас то есть смотрите если вы находитесь токсичных отношений и там ссора на ссоре и вы уже сами понимаете что ну вот ну вот какая-то безысходность в отношениях вы можете познакомиться с интересным мужчинам и это знакомство может расставить вот просто знаете некие приоритеты в вашей жизни все поставить на места потому что у вас как бы будет момент некое лучшее будет вытеснять вытеснять исцелять вообще ситуацию вашей жизни то есть да вы можете познакомиться с мужчиной понять например что вы готовы к новым отношениям что вы готовы любить и поверить другому мужчине что вы не хотите быть каких заложниках какой-то ситуации какой-то паучине и что вот жизнь даст вам возможность жизнь даст вам вот этот толчок даст вам какую-то вот определенно судьбоносную кармическую ситуацию которая вам откроет глаза вообще вот на все на все нюансы ну что ж давайте посмотрим еще наличную жизнь до девочки да то есть вышел старший аркан влюбленный это вообще вот на личную жизнь шикарная картина если честно то есть для многих прямо будет момент истины момент правды момент обострения и вот видно все очень может быть что вы даже будете вот как на выборе да и понимать что для вас лучше в жизни очень может быть какие-то вот прямо богатым месяц может быть на знакомство она приятные встречи на разговоры на какие-то перемены вообще по личной жизни вот эта карта исцеления вместе с картой судьбы и кармы говорит о том что здесь как разрубается какие-то кармические ситуации и очень где-то важным именно по личной жизни будет вот апрель для вас вот такая вот ситуация давайте посмотрим дальше давайте посмотрим в чем ждет удача давайте посмотрим в чем ждет ждут удача в апреле удача в апреле так 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 удача какая-то будет прямо по материальному плану будете держать свою удачу буквально в руках руках будет ваша удача хозяйка жизни хозяйка жизни хозяйка ситуации очень хорошо вы знаете такое ощущение как в тучи какие разошлись у вас над головой хороший период хороший именно материальном плане для вас какие-то удачные сделки и удачные покупки и удачные знакомства вода прямо удачу держите своих руках чем ожидает удача чем ожидает удача возможно какие-то вот встречи очень приятные разговоры боже прямо старший аркан знаете силы вышел нам как итог будете в силе удачу свою будете держать в руках и даже какие-то застарелые знаете конфликты они вот в этом периоде не просто решаться решаться вашу пользу то есть если у вас есть какие-то конфликтные ситуации и какие-то спорные ситуации какие-то знаете вопросы по делам какие вот тянутся здесь очень очень хорошо решится вопрос удача вообще-то прямо знаете первой картой вышла королева пентакли то есть что-то связано с материальным вот здесь некие можно сказать приземленные вопросы которые текущие которые непосредственно вот в каждом дне в каждом в каждом шаге вашим да вот здесь будет ожидаться удача и очень может быть что какой-то конфликт который тянется из прошлого он здесь решится здесь очень может показывать прямо вот это сочетание карт как вы будете на коне вы будете в силе вы будете очень в себе уверены и очень может быть что знаете как как кого-то придется на место поставить очень может быть и здесь может проходить Если у вас конфликтная ситуация, есть какая-то в семье напряженные отношения с родителями или с детьми или с близкими людьми, вы знаете, что вот здесь именно этот вопрос может очень качественно решиться. Также эти карты могут говорить о конкуренции, о конкуренции, которая тянется уже давно. Вот я вижу, что вы как гранете вперед, и за вами будет не угнаться буквально. Хорошо, давайте посмотрим. Предупреждение. Где нужно быть поосторожней? Где нужно быть поосторожней? В этом периоде, где нужно быть поосторожней. Какие-то вести, новости идут, нужно к ним прислушаться. Опять старший аркан сила, прямо вот в силе будете. Колесница. Быстро, очень активно. Притяжение у вас будет какое-то вот к мужчине. Девочки. Будет очень сильное притяжение. Мне очень вероятно, что некий мужчина прямо будет уделять вам внимания. И у этого человека вот с вами образуются определенные притяжения друг к другу. Какие-то вести можете узнать, какие-то вот новости, да. Что-то к вам, к вам какая-то информация. Как возможно кто-то откроется в своих чувствах. Очень может быть. А почему нужно быть поосторожней? Знаете, как не потерять контроль. Вот вообще, так говоря, не теряйте контроль. Держите себя в руках. Девочки, смотрите, я вижу, конечно, что у нас вышло, где нужно быть поосторожней. Здесь очень может быть, что возникнет прямо такое притяжение у определенного человека, и он проявится к вам. И здесь, знаете, почему-то вот как держите контроль ситуации, говорит. Держите ситуацию под контролем. Почему? Почему держать ситуацию под контролем? Девочки, смотрите, не впадать в иллюзии, быть как на лезвии и ножа. Да, для него вы будете желанная женщина. Некий мужчина прямо будет терять голову. Очень кому-то понравитесь. Здесь вам нужно, знаете, как некие приоритеты расставить и узнать этого человека поближе. Вот такой вот момент. Я вам скажу, что да, здесь очень легко будет потерять голову. Какое-то проявление. Если вы в паре, мои дорогие, здесь могут быть проявления от мужчины, который не вписывается в вашу картину мира. То есть, вы со своим партнером у вас все отлично. Да, здесь кто-то вот со своей страстью начинает проявляться. Здесь прямо нужно держать ситуацию под контролем. Потому что этот человек, ну вот, вот здесь, знаете, какая-то прямо проходит семерка кубков. То есть, какая-то иллюзия. Да, вы для него желанная женщина и дыбы достигнуть вас, он будет напускать определенную иллюзию. И здесь нужно человека узнать, с ним нужно пообщаться. Его нужно как-то, знаете, узнать вообще, вот что у него в жизни, что происходит, чтобы для себя понимать, а нужна ли мне вот эта вообще история. Ну, то есть, здесь какая-то вот такая вот ситуация будет. Ну, хорошо, хорошо, потому что, вы знаете, здесь у нас такой вот момент, для тех, кто в поиске девушки, у вас может быть выбор. У вас может быть выбор, и вам прямо нужно будет присмотреться к этому ощущению. Присмотреться, повстречаться, присмотреться, не стрема, знаете, не бросаться в ум с головой, быть поосторожней, да, быть поосторожней. Почему, почему, вот если это знакомство и женщина в интересе, почему нужно быть? Так, перспектива есть, знаете, перспектива есть. Ну, пусть подбирает меру, пусть вас завоевывает, пусть в жизни его будет, знаете, как прямая дорога к вам, чтобы не было никаких теневых моментов. И вообще-то я вам скажу, что это может быть перспективой для тех девушек, которые вы сейчас в поиске. И это может быть действительно очень хорошее начало классных отношений. Но здесь прямо, знаете, нужно быть поосторожнее в плане, не спешите, дайте этому человеку, да, возможно, где-то разобраться в себе. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим еще. На что вам стоит обратить внимание в этом периоде? На что стоит обратить внимание? На что стоит обратить внимание вам? Да, там период очень плодотворный, но и вместе с тем чрезвычайно насыщенный. Вы действительно как в центре, в центре определенных событий будете находиться. Возможно, вероятно, очень какие-то дороги чрезвычайно удачные, успешные, хорошие сделки, хороший материальный приход. Но и будет, знаете, какая-то вот гуще событий, в которые вы окажетесь, в центре, в который вы окажетесь. Прямо держите свою удачу, не отступайте, да, и у вас все-все получится. Ну и вместе с тем, не загружайте себя целенаправленно, потому что события будут, знаете, как снежный кон накатываться. И можете вот под конец этого периода прямо вот уставать, уставать можете. Ну что ж, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Совет. Совет от высших сил на данный период для королевы жестов. Давайте посмотрим. Совет от высших сил. Здесь прямо такая, знаете, возможность. Боже, прекрасно, прекрасно. Очень большая, возможно, там, где сейчас вам не хватает ресурса, вы как найдете вот это яблоко, да, вот это нужно и для себя. Вот это вот желанное для себя. Очень хороший период себя показать, себя проявить, добавить мастерства. Добавить, будьте в себе уверены, в вас увидит мастера, в вас увидит очень талантливого человека. И вы знаете, что это прямо успешный, очень успешный период. И действительно, некая чаша вашей жизни будет наполняться, наполняться очень классными событиями и новыми шансами, новыми возможностями. Здесь показывает карта, что очень многое будет в твоих руках, ну и нечто будет тебе дано как подарок. Вот такая вот у нас ситуация. Такой у нас очень классный расклад для королевы Жезлов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пусть этот расклад лучшим образом в вашей жизни осуществится. До новых встреч! Итак, второй вариант Королева мечей, стихия воздуха, знаки зодиака, близнецы, весы, водолёй, лень. Давайте посмотрим, что же ждет вас в апреле. Итак, давайте посмотрим общий фон. Общий фон загаданного периода. Посмотрите, здесь, конечно, вот такая ситуация выходит. В этом периоде может возникнуть какая-то конфликтная ситуация. Отстаивайте свою точку зрения, потому что вы там будете правы. И вы действительно в этом периоде сможете избежать какого-то, какой-то манипуляции, каких-то неправивой информации. То есть вам будет видна правда. И вам просто нужно придерживаться своей точки зрения. В этом периоде вас может кто-то выводить на конфликт. И совет карт нивелировать этот конфликт. Все-таки избежать этого конфликта для того, чтобы не усугублять ситуацию. Потому что здесь, прямо знаете, будет конфликтная ситуация и как выйдет какая-то правда наружу. Какая-то правда наружу, где вы будете по сути в выигрыше. Все сложится лучшим образом для вас. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим. Это очень даже интересный период для вас. Этот период может принести интересное знакомство, интересное сотрудничество с людьми. Очень такое полезное сотрудничество. Не бойтесь застаивать свою точку зрения. В неком споре будет рождена истина. Будет найден компромисс. И очень даже хорошо это отразится на общую ситуацию в этом месяце. Здесь очень хорошая энергия, групповая магия. Вы знаете, это ситуация, когда чем больше людей взаимодействует с вами, тем лучше результат. Чем бы вы ни занимались. Это какие-то ваши проекты на работе. Это какие-то ваши желания, каких-то перемен в вашем доме. Чем больше людей будет задействовано, тем лучше будет результат. Даже если вы желаете сесть на диету. Если вы заинтересуете, например, свою подружку. Будет результат лучше. Вы друг друга будете поддерживать. Но вообще-то это больше будет проходить как некая ваша деятельность. Ваше увлечение, ваше хобби, ваше продвижение, ваше развитие. Чем больше группа, чем больше людей взаимодействует, тем лучше результат. Более того, у вас будет что отпраздновать. У вас будет желание и будут некие успехи, которые вы будете праздновать. Этот период для вас очень даже удачный. Хоть, конечно, я вижу, что возможно вам придется кого-то даже и поставить на место. Высказать свою точку зрения. И продвигать свою, и отстаивать свою точку зрения. Здесь, смотрите, эта конфликтная ситуация, она может быть связана с неким достижением ваших целей. И здесь нельзя уступать. Здесь нужно свою точку зрения отстоять. Хоть, знаете, эта карта говорит, нивелируй конфликт, не допускай конфликта, но и в то же время придерживайся своей точки зрения. Вот такая вот у нас ситуация. Я вам скажу, что в этом периоде может кто-то выйти на связь. Человек, родственник, с которым вы долгое время не общались. Вот этот человек может как-то так или иначе появиться в вашей жизни. По сути, это период, когда с одной стороны каждый при своем мнении, но с другой стороны люди будут искать компромиссы. Люди будут с вами взаимодействовать. Это взаимодействие будет давать очень хороший результат. Где-то эта ситуация будет немножечко приземленной. То есть, это может касаться неких материальных забот, материальных хлопот. Много информации будет вокруг вас. Какие-то вести, какие-то новости, интересные разговоры, интересные обсуждения. Вот они здесь будут. Вижу, прямо действительно, хорошее настроение, удача будет вам сопутствовать в этом периоде. И вы знаете, как там собаки лает, караван идет. Вы знаете свое, двигайтесь к своим целям. Все у вас получится. Все получится. Хоть я вижу, что возможно не все будет так гладко, как вам бы этого хотелось. Это хороший период решить какие-то вопросы по документам, вопросы по делам. Знаете, как бы в некой спешке. То есть, вы можете, может сложиться такая ситуация, что кто-то или уходит в отпуск. Или вы хотите уйти в отпуск. И здесь какие-то документы могут быть подписаны быстрее, чем вы ожидаете. Быстрее, чем какой-то вопрос может решиться. Быстрее, чем вы ожидаете. Будьте готовы к этому. Будьте готовы к тому, что события могут разворачиваться немножечко, знаете, стремительнее, чем вы на это рассчитываете. И некие вопросы по документам вам как бы идут навстречу. И очень может быть, что важные какие-то подписи, важные какие-то документы, они будут решены. Вообще-то в плане работы, карьеры, самопродвижения, вы прям в центре определенных событий окажетесь. Очень где-то неожиданно, возможно. Но действительно в центре окажетесь определенных событий. И вы знаете, что ситуация развернется очень даже удачно. Очень удачно. Но действительно как за свое нужно постоять, нужно постараться. Ну что ж, давайте посмотрим. Работа, дела, учеба, что у нас здесь. Очень хороший период для нового сотрудничества. Для заключения новых договоров. Для сотрудничества. Для обращения к кому-то. За той или иной подсказкой, помощью. То есть я вижу, что здесь прямо будут идти вам навстречу. Для вас будут открываться определенные двери. Где будете стучаться, там вам будет и открыто. Вообще-то период принимать. Принимать. Хорошие. Общение, отношение вообще к вам будет хорошее. Хоть вот здесь вот эта конфликтная ситуация, она мне все же не дает покоя. Давайте все-таки рассмотрим вот эту карту. Потому что вот как показывает, что возможно не всем понравится ваш успех. Не всем понравится то, что у вас что-то вот прямо идет, налаживается. Да, есть результат. Люди идут вам навстречу. Кому-то это может не понравиться. Ну давайте вот мы немножечко посмотрим. Вы знаете, в этом каком-то остром споре будет расставлено, как все на свои места. По сути, вы как освободитесь, то есть вы скажете то, что хотите. И знаете, со своей, знаете, какой-то внутренней уверенности пойдете вот к вершинам, пойдете к тому, чего вы хотите. По сути, останетесь при своем мнении. Хорошо, человек, с которым будет этот спор, человек, с которым будет этот спор. Девочки, я вижу, что ситуация наладится, она не будет столь острой, как возможно могло показаться с первой карты, да. Но в конечном итоге этот человек тоже будет доволен ситуацией. Знаете, он как бы придет к тому, что он не может изменить ничего, да. Он ничего, он попробовал, ничего не может измениться, и человек как смирится. Вот такая вот ситуация у нас на эту конфликтную, на этот конфликтную какую-то. На конфликт. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет проходить. Работа, мы прямо на работу, рабочая карта вышла. Кучева. И карта совета. Но вы знаете, немножечко так острова все-таки будет для вас апрель. Каждый при своем мнении, вот такая вот ситуация. И человек не может повлиять вот на ситуацию, опускает руки по сути, освобождая вам путь, освобождая вам дорогу. Но здесь прямо как нужно выстоять. Нужно выстоять свою точку зрения, отстоять. Что касаемо учебы. Очень хорошая карта. Очень. Прямо стремительная, прямо важная какая-то информация для вас придет. Вы бдительны, вы как-то вот эту информацию собираете, накапливаете. И очень даже она вам пригодится. Она, некие знания, они будут для вас защитой определенной. То есть, что-то вы узнаете, какая-то ценная очень информация будет идти. Очень хорошо проиграется, если вы задумали какие-то курсы повышения квалификации. То есть, у вас на работе могут быть какие-то перестановки, перемены. И эти курсы повышения квалификации, они сыграют очень хорошую роль. То есть, это будет ваш плюсик, который даст вам определенную стойкость, определенную уверенность. Если вы сейчас учитесь, я вам скажу, что вы прямо будете в безопасности. И вот все-таки королева мечей будет показывать на нечто. Немножечко личная жизнь будет оттягивать на себя внимание. Будет оттягивать на себя внимание. Что касается дел, я вам скажу, очень хорошая карта движения. Очень хорошая карта куда-то ехать, подписывать договора, документы. Где-то какие-то полезные связи здесь могут образоваться, действительно. Касаемо делу, очень хорошая энергия, движение. Здесь более того, ничего вам не помешает. То есть, все, что будет на пути и будет так или иначе препятствовать вашему успеху, оно как будет сгорать. То есть, вы будете совсем очень хорошо справляться. Если ваша работа связана так или иначе с каким-то частым передвижением, или наоборот, с недвижимостью, с тем, что стоит на месте, вот здесь у вас будет прямо прорыв. Будет очень хорошая энергия. Возможно, очень много клиентов, очень много энергии, движения, каких-то событий ярких. Знаете, вот здесь прямо успешно, очень-очень хорошо. В делах прямо ждет успех. Очень хорошая карта, прямо шансы, возможности. И вы этим шансом прямо знаете, как в дело пустите этот шанс. Вы им очень качественно воспользуетесь. Хорошая очень карта на дела. Пользуйтесь этой возможностью. У вас, знаете, как к вам будут идти люди на встречу. И очень хорошо, вот вы в делах, вот эту энергию, вы ей очень хорошо воспользуетесь. Какие-то плюсы, даже и какие-то новые знания вам помогут в делах обрести желаемые, по сути. Касаемо работы, здесь непосредственно вышла работа. То есть, все чечет своим чередом. День за днем работа идет, какие-то документы подписываются. Все даже очень успешно. Некие текущие дела очень-очень удачные. Но могут быть, знаете, какая-то загвоздка, вот именно взаимоотношения между людьми, вот в группе людей. Могут быть какие-то, знаете, нюансы. Но они так же быстро разрешены, но разрешатся они так, чтобы человек просто отступит. Просто отступит в невозможности как-то вам помешать и как-то воздействовать на вас. Невозможно будет. И здесь прямо я вам скажу, что каждый останется при своем. Хорошо, давайте посмотрим личную жизнь. Личная жизнь в этом периоде, что ждет? Какие события у вас намечаются? Личная жизнь. Ой, какое-то свидание у вас будет страстное. Девочки, будете в зоне внимания некого мужчины. Я бы даже сказала, что мужчина будет вас добиваться. Вышел у нас король Пентакли, мужчина ресурсный. Но вы знаете, такая вот ситуация, как желает вас загнать в определенную ситуацию, когда вы не имеете возможности отказаться, что ли. Ну вот что-то вот такое. То есть этот человек где-то будет проявлять хитрость, чтобы с вами проводить время, чтобы проводить с вами побольше времени. Я вам скажу, что этот человек, он будет как-то вот очень активно проявляться. И я бы здесь сказала, ну добиваться вас. Я бы здесь так сказала. И вы знаете, хоть у нас здесь вышла такая непростая какая-то ситуация, но человек-то хороший, хороший. У него очень страстное притяжение к вам существует. И вы знаете, что несмотря на то, что для кого-то это может быть начало отношений, эта страсть перерастет в нечто большее. Это очень даже заботливый и интересный мужчина. Но как-то подобраться к вам, он будет подбирать меру и возможно где-то даже и будет хитрить. У человека к вам притяжение есть. И вы знаете, что да, человек будет желать какого-то прямо времени, минуточки рядом с вами, как-то вот с вами быть поближе. И здесь человек, конечно, будет подбирать к вам меру. И как-то вот знаете, потому что его очень к вам тянет. Но такой вот момент. Я бы сказала, что это человек, у которого у вас участятся ваши встречи, ваше пересечение с этим человеком. Здесь мужчина может очень активно начать действовать. Именно для тех девушек, которые сейчас в поиске, которые сейчас в свободном выборе, здесь очень вероятно, прямо вот приглянитесь некому мужчине, очень могут быть активные действия от него. И возможно с вашей стороны будет некая осторожность. Да, вот что-то я ему не доверяю и нечего, да, быстро доверять не надо. Пусть чем дольше этот мужчина будет вас добиваться, тем более ярко будут развиваться ваши отношения. Но я вам скажу, что у него хватает и терпения, и напора, и уверенности, и с некой страсти к вам. Здесь может быть трансформация в нечто особенное и очень красивые чувства. Давайте посмотрим еще личная жизнь. Девочки, для тех, кто в паре сейчас, ну прямо какое-то спокойствие. Возможно, очень, знаете, это переход на новый этап отношения, на какое-то доверие, это какая-то, знаете, приятная энергия. Возможно, будете вместе планировать какой-то отдых, некую поездку. И вы знаете, человек будет стараться вопластить некое ваше желание в эту действительность. Для тех, кто в паре, вы действительно, вы для него одна во всем мире. Очень здесь хорошо будут развиваться отношения, очень где-то такое взаимопонимание будет между вами. Давайте посмотрим еще, да. Ну, девочки, да, здесь очень вероятно. Для тех, кто в паре, прямо переход на новый этап отношений, на развитие отношений. То есть, здесь прямо, знаете, в полной мере десятка пентаклей. То есть, очень-очень хорошо. Могут проходить даже какие-то подарки от любимого человека. Много внимания. Действительно, это будет для вас таким сигналом, что человек готов переходить на новый этап отношений. Здесь мужчина будет прямо в вас вкладываться. Вкладываться, показывая вам, что он то, что вам надо. Что он тот мужчина, который может действительно создать для вас классные условия и любить вас всем сердцем. Ну, давайте посмотрим еще для тех, кто сейчас так или иначе в ссоре, потому что у нас вот прямо по личной жизни. Здесь может быть трансформация, действительно. Для тех, кто сейчас прямо в тишине умолчать. Ой-ой-ой. Вот, знаете, как спрашиваешь, так и карты отвечают. Для тех, кто в ссоре, для тех, у кого сейчас прямо молчание и вообще не пойми, что происходит, что он вообще хочет. Этот человек желает с вами разговора, девочки. Желает, желает что-то изменить, изменить некую вашу стагнацию и тишину между вами. Конечно, вы можете этого человека послать на небо за звездочкой, да, то есть, но я вам скажу, что здесь очень вероятно даже, даже вот некое столкновение с этим человеком и разговор. Более того, первый разговор может быть неудачным. То есть, вы можете с этим, с человеком, с которым вы в споре, в ссоре сейчас, у вас может быть столкновение, и это первое столкновение, оно может быть неудачным. Совет не провоцировать встречу, не выходить его на общение, чтобы там вы о нем не слышали, чтобы какие бы слухи к вам не доходили. Потому что здесь может проходить момент, что человек специально создает некую информацию для того, чтобы вывести вас на эмоции. Но чтобы вы не слышали об этом человеке, чтобы какие бы вести не приходили, с первой на контакт выходить нельзя, потому что у вас может возникнуть конфликтная ситуация, ну, не очень приятная. И здесь карты показывают не одно столкновение. Мужчина хочет с вами поговорить, и у вас будет, ну, возможно, не одно столкновение. Первое может быть неудачным. Ну, а второе, возможно, очень даже вы, видя некие старания этого мужчины, дадите ему шанс. Ну, вот для кого-то очень даже вероятно. То есть некое старание, некое усердие этого мужчины, вы будете видеть, что человек хочет с вами примириться, и вы даже можете дать ему шанс, возможность на восстановление этих отношений, видя его старания. Но я вижу, что первая какая-то, вот, скажем так, стычка с этим человеком, она может, знаете, как что-то невысказанное будет выходить наружу, да. И вот эта конфликтная ситуация, она может здесь очень себя ярко проявить. Потому не спешите, не... Если человек вас любит, он будет проявлять настойчивость. Вот это будет для вас показателем. В этом периоде вас сама судьба будет сталкивать, как бы давая возможность этому человеку проявить свои истинные чувства. И если он вас любит, если он вас любит больше, чем лелеет свой эгоист, этот человек проявится, и даже не один раз. И если вы будете видеть, что да, есть настойчивость, есть некие шаги от этого человека, вы знаете, здесь мужчина как бы будет стараться измениться, измениться добровольно, да. Старая в желании, вот ваше отношение все-таки дать им шанс, дать им возможность. Вот так вот у нас по личной жизни. Давайте посмотрим еще одну карту. Ой, вы знаете, вообще-то я вам скажу, что в итоге будет вышел прямо ту спинтакли. Очень удачный период вот для отношений. Что касаемо и новых отношений, здесь очень вероятно прямо такое яркое проявление внимания от мужчины. Что касаемо вот для тех, кто в паре, вообще вот для королевы мячей, прекрасная ситуация, для тех, кто в паре, очень хорошо. И для тех, кто в ссоре, то есть так или иначе, я вижу, что вот прямо счастье идет в вашу личную жизнь. Итак, идем дальше и посмотрим, в чем ждет удача. В чем ждет удача? В апреле для королевы мячей. В чем ждет удача? Угу, прям правильную дорогу найдете, да? Да. Знаете, много мыслей у вас будет. Много мыслей, как поступить правильно, как сделать правильно. Каких-то, я бы даже сказала, немного тревожных мыслей. Как бы что-то отделяет вас от вашей мечты. Но, тем не менее, в чем ждет удача? Что-то отделяет вас от вашей мечты. Вот вы снимите вот эту преграду, которая отделяет вас от вашей мечты. Вы наблизитесь к своей мечте, к совершению своей мечты, осуществлению своей мечты. Хоть возможно сейчас не совсем видите, как это сделать, и вы можете оказаться на определенной развилке. Но здесь идет момент, что подберете правильную меру, и каждый ваш шаг будет уверенной, знаете, и правильной. Правильная траектория движения, которая приблизит вас к осуществлению желаемого. Правильный путь найдете. Возможно, уже не единожды оказывались в каком-то определенном тупике. Сейчас перед вами откроется правильная дорога, правильный путь. И вы знаете, не бойтесь ничего, будьте уверены, вам прямо будет сопутствовать удача. В чем ожидается удача? То, что скрыто от вас, проявится. И путь ваш будет выбран правильно. И там вы сможете проявить все свои таланты, все свои какие-то, знаете, умения, я бы даже свой талант сможете проявить. И действительно уберете ту преграду, которая отделяла вас от вашей мечты. В чем ожидается удача? Как вы ходите из тупиковой ситуации какой-то? Там, где вы не видели выхода, там, где вы не видели какого-то движения вперед. Вот перед вами откроется эта дорога. Вы знаете, для кого-то это может быть профессиональная деятельность, а для кого-то это может быть прямо личная жизнь. То есть, какая-то преграда, какая-то ситуация уйдет из вашего пространства. И очень даже, знаете, выход из тупиковой ситуации, правильный выход из тупиковой ситуации. Вот такой вот момент. То есть, если вы сейчас немного как-то растеряны, не знаете, как вам быть, здесь прямо очень хорошо. Выход из тупиковой ситуации у вас в удаче. Давайте посмотрим еще, в чем ожидается удача. В чем ожидается удач? Какой-то шанс возможный, знаете, для стабильности, для уверенности, для десяточки вединарии. Девочки, смотрите, здесь прямо оно очень хорошо. Очень хорошо. То есть, несмотря на некие потери и на некие неудачи, вам будет дан еще какой-то вот прямо классный шанс. И вы действительно этим шансом воспользуетесь. И это принесет некую стабильность в вашу жизнь. И более того, не только материальную, но и стабильность по личной жизни. То есть, действительно идут улучшения. И здесь даже нельзя сказать, вот как четко, потому что вот выходит как в тупиковой ситуации. Там, где ты чувствуешь тупик, там у тебя действительно распахнутся новые двери. и все у тебя начнет получаться. То есть, та грань, которая закрывала от тебя какие-то новые возможности, она уходит. Открывается какая-то новая дверь, новая возможность, которая позволит тебе стабилизировать ситуацию в своей жизни и касаемо личной жизни, и касаемо материального плана. Очень хорошо. Вы знаете, прямо хорошие какие-то возможности для вас откроются. Вы знаете, это какая-то долгожданная перемена для вас. Долгожданная. Вот вы ее ждете и, возможно, где-то очень даже, очень даже давно ждете этой возможности. Вот какая-то долгожданная возможность появится. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, где быть осторожнее, где быть более бдительной. Предупреждение. Давайте посмотрим, предупреждение на апрель. где быть поосторожнее чего в общем апреле ждать ну королева пентакли очень хорошо шагу назад черочка будьте будьте бдительны будьте осторожны при конфликтной ситуации прямо для королев мечей выходит конфликтная ситуация на апрель она возможно будет очень где-то даже нивелирована и незначительно но вам не стоит ее распалять и и вообще знаете как-то вот вкладывать туда энергию не стоит да это может быть конкурентная борьба очень не проходит что это конфликтная ситуация с женщиной это женщина так или иначе связано с вашей деятельности с чем-то материальным с какими-то знаете как какой-то повседневной рутинной вот с чем-то вот таким по сути мелким но вам нужно прямо вот этой конфликтной ситуации избежать потому что вы вот этим неким своим подходом вы покажете свою силу и по сути только усилите себя вас все будет хорошо вы прямо при удаче при успехе у вас все будет отлично но здесь нужно быть осторожны вот именно по поводу конфликтной какой-то ситуации и вы знаете как то вот в движении каком-то будьте осторожны здесь конечно огонь такой знаете активные показывают карты может быть какой-то вот незначительный вот где-то отчаянник можете обжечься или еще что-нибудь такое будьте аккуратней что там может быть вот с горлом почему-то вот горло может валить здесь тоже знаете нужно быть и бдительным где-то холодного не пить да вот такая вот ситуация и в конфликтной ситуации знаете что вы сильнее что вы выше этого и уходите от конфликта потому что этот конфликт он почему-то как может затянуться и может омрачать некое общение вообще вашего вот так вот ну что ж смотрим дальше на что стоит обратить внимание что стоит обратить внимание на этом периоде королели мечей на что стоит обратить внимание вы разоружите ситуацию вот эту конфликтную вы увидите то что скрыто за перьями ничего от вас не укроется к это правда истина вам будет открыто это действительно что-то по деловой сфере и вы будете буквально на коне вы будете знаете очень выгодной позиции ну давайте посмотрим еще разрушится какой-то обман разрушится какая-то манипуляция и это будет провоцировать ну вот каким-то конфликтным каким-то прямо выходит мне конфликтная ситуация и все на что вам нужно обратить внимание это будет связано с казенным домом с работой с какими-то финансами вы увидите то что скрыто вы разоружите какого-то своего человека конкурента и человека с которым у вас конфликтная ситуация и действительно останетесь вот прямо при интересе своем при очень выгодной позиции но вам прямо вот как нужно этого конфликта избежать ничего не могу сделать вот прямо конфликт и очень вероятно что это какой-то вот помещение это рабочая обстановка это что-то вот там и здесь показывает что у вас вы разоружите эту ситуацию вы как бы увидите какой-то обман какой-то подвох какую-то в какой-то негатив и действительно в этой ситуации знаете не оставите никакой возможности своему противнику то есть человек от неизбежности просто уйдет из вашей дороги потому что никак не сможет на вас повлиять а здесь прямо желание желание вывести вас на конфликт желание испортить вам настроение испортить вам день испортить вообще вот ваш энергетический поток и здесь прямо ну вот нужно просто избегать этого человека дипломатично обходить эту конфликтную ситуацию и все и все здесь выхода иного нет я вижу что вы как бы останетесь при своем потому что здесь прямо человек как бы в желании знаете испортить что-то испортить что-то будет хотеть в что-то испортить это вот деловая сфера но ничего не получится вы останетесь при своем и наоборот где-то где-то ваш успех он конечно будет обжигать этого вашего человека конкурента какого-то будет его буквально обжигать и залить человек будет негодовать но ничего сделать не сможет и так смотрим дальше совет от высших сил совет от высших сил для вас давайте посмотрим королева кубков будете любимое любящие очень такие красивые события идут вашу жизнь именно по личной жизни знаете да приход какой-то вот прямо очень важно и очень нужной информации приятное время препровождения знаете здесь какой момент радуйтесь жизни вот совет от высших сил радуйтесь жизни возможно где-то не воспринимайте все очень серьезно он как будто бы в нужный момент будут даны знания и будет дан ответ на какой-то ваш тот или иной вопрос где-то действительно что-то уже предрешено и некое ваше влияние знаете вы как уже сделали все что могли и пришло время только получать то принимать и конечно карта королева кубков говорит о том что вот люби и будь любима наслаждаясь этим периодом жизни отбрось какой-то негатив который так или иначе существует и не принимай все так серьезно где-то принимай саркастично того человека который хочет тебя разозлить смотри на себя глазами людей которые тебя любят которые тебя обожают которые видят тебя прекрасные женщины а тут кто негодует тот кто знаете мечется как зверь в клетке пусть остается и тонет в своем же яге вот такая вот у нас ситуация для королевы мечей ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам понравилось я буду очень очень рада счастья радости любви смелого и благородного человека вашу жизнь всего самого лучшего и до новых встреч и так третий вариант стихия вода королева кубков рак скорпион рыбы давайте посмотрим что ждет вас в апреле и так мои дорогие для начала давайте посмотрим общий фон загаданного периода для королевы кубков общий фон загаданного периода и так ну что ж очень благоприятная дорога вас ждет возможно не запланированная но вот она прямо несет прекрасную энергию прекрасную энергию прекрасную перспективу в этой дороге будет некое ответвление то есть вы не только знаете запланированное что-то сделаете но и будет некое ответвление то есть или знакомство или коллег какая-то полезная информация то есть вы воспользуетесь этой дорогой ну вот вполне прекрасное время что-то планировать что-то организовывать начинать что-то новое потому что вот все в полной мере она будет осуществляться в этом периоде очень даже знаете такая мощная энергия будет вам сопутствовать вы как бы находитесь под защитой несмотря на то какая бы ситуация не было вне вашего дома вне вашего пространства скажем так на общем фоне вы прямо находитесь по защитой дороге вообще отличные будут и будет некая еще дополнительная польза дороги хорошо планировать хорошо что-то вот сейчас рассматривать где-то рассматривать какие-то определенные варианты потому что вот как нельзя для себя создавать некую тупиковые ситуации ищите другого варианта потому что вот эти дополнительные варианты в этом периоде они действительно будут они будут возникать дополнительные варианты и очень даже интересные для вас то есть в этом периоде может прийти какое-то очень классное приглашение классная какая-то возможность какое-то предложение да вот делового плана может поступить очень качественно и то есть для вас откроется до некий незаметный момент вот то что вы сейчас не замечаете а ну как для вас раскроется откроется новые какие-то классные возможности для вас будут вообще очень благоприятно в любые дороги сейчас планировать перелеты переезды на поездах на самолетах короткие длинные куда-то даже на пикник вот очень очень хорошо вообще вам совет на этот период больше отдыхать путешествовать быть на улице где-то дышать свежим воздухом хорошо проводить время вы как будто бы в этом периоде набираетесь сил вот для вас этот период действительно очень очень ресурсный и вы буквально набираете сил для для какого-то прорыва очень вероятно что предыдущий знаете вот последующий некий период он для вас может быть прямо прорывным даже в этом периоде вот под конец периода можете ожидать определенного прорыва а здесь знаете как начало периода собираешь силу собираешь энергию отдыхаешь набираешься сил вот такая вот ситуация вы знаете вот эта карта лунного кота говорит о том что вы будете как бы в зоне чего-то интереса кто-то за вами прямо будет любоваться где-то вами где-то будет знаете окружать вас каким-то определенным вниманием и вы знаете что эта карта показывает некий момент будет будет гибким да будет гибким к обстоятельствам то есть действительно новые возможности будут и не создавать для себя тупика рассматривая вот эти новые возможности рассматривать для себя вот то что будет приходить не отказывайся сразу всегда дай себе время подумать и рассмотреть то предложение которые тебе приходит ну да это карта показывает что вы как войдете в зону внимания какого-то определенного человека или например это может быть и деловая деятельность да как вас заприметят и будут видеть вас человека ресурсного которому можно до добавить скажем так каких-то обязанностей или же это может касаться и и любовной сферы до вашей личной жизни когда вы входите в его внимание определенно нового какого-то человека в вашем пространстве ну давайте посмотрим еще дам вот общий фон прекрасное время для вот присвятить его себе то есть какие-то трансформации со внешностью покупочки для себя для любимой новая помада маникюрчик прическа освежить здесь какие-то трансформации чрезвычайно удачные чрезвычайно они как-то позитивно будут на вас влиять и будут привлекать всеобщее внимание действительно как знаете вами как будто бы любуются то есть какие-то покупки для себя любимой какие-то знаете улучшение себя любимой они действительно дадут прекрасный результат магия красоты говорит о том что вот красота страшная сила и где-то она будет вам открывать определенные двери что-то вам будет даваться легче благодаря вашему женскому шарму благодаря вашему вот внешнему виду здесь какие-то вот будут прямо плюсики да это карта показывает что некие события вашему вашей жизни в этом периоде они будут вызывать у кого-то зависть кто-то будет завидовать кто-то будет знаете вот кого-то жаба будет душить но тем не менее я вижу что очень радостный период и какие-то прекрасные вести прекрасные новости будут врываться ваше пространство по сути очень даже хорошо обратите внимание в этом периоде на гибкость своего тела на суставы на вообще вот свой организм возможно действительно где-то нужно отдыха где-то очень много на себя берете дайте себе немножечко послаблением немножечко нужно как расслабиться понимаете вот нужно немножко расслабиться для кого-то знаете это может действительно заняться йогой заняться какими-то немножечко упражнениями улучшить гибкость своего тела но это и даст некую разгрузку эмоциональную для вас ну что ж давайте будем смотреть дальше и посмотрим работа дела учеба что у нас здесь будет происходить работа дела учеба посмотрим ой на работу очень хорошая карта вышла дела учеба и совет на совет вышла две карты кстати очень хороший вот смотрите что касаемо работы здесь очень вероятно что такого напряжения в рабочей очень сильного его не будет будет знать так спокойно где-то возможно как легкое течение какие-то повседневные дела будут решаться вы будете справляться со своей работой со своей какой-то занятостью и возможно что то касаемо семейной жизни касаемо вашего рода вашей семьи вашего жилища дома вот здесь больше внимания вы будете уделять даже более того вы знаете на работе возможно какие-то приятные разговоры каждый будет рассказывать каких-то новостях до а весне каких-то цветах будут раздохи а каких-то приятных вещах о своих домочадцать то есть не только работа знаете вот это такое погружение в работу а какие-то много будет приятных разговоров очень может быть что даже придут какие-то приятные вести которые так или иначе связаны с материальным планом и вы как-то для себя что-то будете планировать то есть по работе может быть какая-то знаете премия может прийти какое-то знаете возможно незначительное но повышение может быть для королев кубков и здесь конечно проходит момент что некие ваши мысли так или иначе будут кружить вокруг вашей личной жизни вокруг вашего жилища до обустройства красоты и спокойствия то есть вот здесь будут ваши мысли касаемо дел вот смотрите здесь выход вышла у нас верховная жрица ситуации когда вам очень будет видно что вам нужно что о чем думать не стоит ситуация правды истинные ситуация знаете как что-то скрытое может проявиться в этом периоде здесь конечно я вам скажу что это ситуация какая-то пограничная это может говорить о том что где-то из вашего пространства возможно подчиненные возможно люди из вашего окружения так или иначе кто-то может уйти но и в то же время придет человек который будет более полезным более продуктивным более даже интересным даже я вам скажу что вот этот новый человек у вас могут с этим человеком даже знаете такая первоначально первоначально значит какая-то даже напряжёнка немножко то есть осторожно можете относиться к новым людям в вашем пространстве знаете что вы как-то мудрые документы какие-то какие-то дела с документами очень правильно решаться будете бдительны как-то компромиссно решаться то есть не ахти как-то и вашими нашим что-то какой-то вопрос решится и вашими нашим вот смотрите если ждете какого-то повышения зарплаты или какой-то премии когда какую-то сумму рассчитываете да возможно она не будет так велика как вам бы хотелось но она все равно будет более того в последующие месяцы она как-то будет увеличиваться то есть повышение какой-то будет материальном плане здесь что-то скрытое проявится ну вы знаете верховная жрица она так любит тайны она любит эти тайны открывать она любит эти тайны узнавать знаете и как-то прямо будете бдительны касаемо дел как на острие до отстаивать свою точку зрения будете здесь может что-то скрытое проявиться ну давайте я вот здесь открою эту карту все же дам покажи нам что здесь такой ой хорошо очень то есть скрытое откроется но это будут очень хорошие новости очень где-то вот прямо позитивные хорошие вести вас ждут в касаемо дел и возможно на сегодняшний период это что-то скрытое да и почему-то мне так проходила вот как как на острие вот она и откроется не откроется да вот она прямо как со дня на день должно открыться но вообще-то очень хорошие вести я вам скажу так касаемо дел хорошие новости которые по сути пока что скрыт это могут быть какие-то новые контракты новые сделки новые люди вашем окружении новые клиенты то есть что то что от вас пока что скрыто но я вам скажу что перемена очень очень хорошая она может открыться в этом периоде или быть вы буквально на грани под конец этого периода может вот эта прекрасная перспектива для вас открыться вообще это период очень хороший для дел вы прямо бдительные вы прямо знаете понимаете что вам нужно чего не нужно да будет для вас все ясно все прозрачно обмануть вас невозможно действительно некую свою мудрость проявите и к вашей мудрости к вашему совету даже будут прислушиваться но вот так вот что касаемо учебы вы знаете есть некий такой момент сопротивления ну то есть не хочу до учиться хочу на свидание вот что такое вот такая вот ситуация то есть да возможно по пятерочке жезла вот такое сопротивление с самим собой то есть она мне надо вот зачем я вот это все учу и как-то ну вот тяжеловато будут эти знания вот я вам честно скажу и здесь знаете будет такое желание куда-то пойти погулять и где-то развеяться вы действительно как-то личная жизнь возможно будет брать свое да и вот здесь прямо как нужно себя заставить чтобы что-то учить чтобы чему-то обучаться ну вот так вот но вообще-то я вам скажу на общий фон вышла карта звезда и карта ярофант прекрасно то есть все будет очень очень хорошо и нужно и придет вашу вашу жизни и с ключом который будет иметь ключ и откроет нужную дверь то есть здесь касаемо работы учеба очень хорошие события да где-то будет момент нужно сделать над собой усилия как-то вот собраться с духом собраться с мыслями чтобы вот как-то войти в рабочий процесс потому что какие-то вот даже очень хорошие вести касаемо личной жизни они будут отвлекать ваше внимание но по сути я вам скажу что даже очень удачный очень хороший перед который даст результат возможно даже и вот в будущем масштабный результат то есть да для вас это хорошее время но здесь прямо показывает что ну вот как-то отвлечься куда-то поехать куда-то знаете как какое-то какие-то новые планы строить вот сюда будет направлена энергия в некую перспективу в некое будущее вот так вот ну что давайте посмотрим личную жизнь что по личной жизни для королевы кубков на апрель апрель личная жизнь королевы кубка боже у нас здесь прямо император девочки девочки все серьезно серьезно здесь у нас прямое отношение с этим императором и счастье с этим императора охве и любовь ну что ж мои дорогие что я вам здесь скажу здесь отношения с императором до более того по тузу пентакли да потому что император четверка жасла то есть отношения праздник хорошее настроение тут пентакли счастье и все все очень даже получится и на знаете на позицию личная жизнь выходит старший аркан влюбленные но все классно все классно я вам скажу что до личная жизнь и очень даже вас порадует очень порадует для тех девушек которые сейчас в поиске здесь очень вероятно классное знакомство с достойным мужчиной с интересным человеком и вы знаете очень такое даже интересное развитие этих отношений давайте посмотрим для тех кто в поиске для тех кто в поиске старший аркан суд девочки старший аркан суд то есть действительно здесь все все даже очень таки не просто для тех девушек которые сейчас в поиске вот прямо знаете нить судьбы нить судьбы кого-то в вашу жизнь ведут никого мужчину и вы знаете что апрель может быть месяцем вашего знакомства но по сути очень даже перспективное развитие здесь возможно для тех кто в паре для тех кто в паре колесо фортуны ну что ж мои дорогие здесь действительно повезет и здесь будет какая-то вереница красивых ярких событий в отношениях в любви с любимым человеком и знаете здесь прямо налаживается отношения какие-то общие планы вереница событий какие-то восходы закаты совместные прогулки совместные планы очень очень хорошо для тех кто сейчас в ссоре давайте посмотрим у нас конечно картина такая хорошая то есть показывает на примирение но все же для тех кто в ссоре сейчас для тех кто в ссоре мужчина будет выводить вас на ревность будет выводить на ревность все-таки король мечей это такое каменное лицо вот такое застывшие какое-то состояние возможно где-то уже со сломанным мечом но все же еще воюет что-то понимает еще всю штуку что-то он хочет доказать ой девочки вы знаете что ну вот смотрите для тех кто сейчас в ссоре у вас может появиться новый интерес новый интерес и ваш мужчина который где-то сейчас засаде в обиде в каких-то знаете жду личках он может опоздать потому что у вас здесь прямо смотреть у него может резко появиться конкурент и там где он пытается вам на нервах играть он может оказаться опоздавшим и оказаться в состоянии тройки мечей то есть смотрите для тех кто поиск для тех кто в поиске по сути возможно даже для тех кто в ссоре вы знаете у вашего вот этого каменного до в засаде у него может появиться конкурент и со своими провокациями вести вас на какую-то ревность то он может очень даже и ошибиться очень даже может и промахнуться потому что вот некий неудачный ход может им очень дорого стоить по сути я вам скажу что у вас может появиться новый интерес некий симпатичный мужчина на которого вы отвлечете свое внимание отвлечете внимание вообще на свою жизнь на свое вот вообще внешний вид да она какие-то вот события вообще по жизни вашей но по сути здесь показала для тех кто сейчас в ссоре а у него соперник может оказаться и пока он там старается продавить свои манипуляции вывести вас на ревность он может вообще знаете оказаться со своей балалайкой один на один вот так вот ну что ж давайте будем смотреть дальше и посмотрим дальше у нас в чем ждет удача чем ждет удача королеву кубков королева кубков апрель чем ждет удача чем ждет удача будешь ты мой девочки удача в любви ждет удача ждет в любви кто-то прямо желает вас украсть у всего мира вот но я вам скажу что да здесь конечно ярко нам выходит что вот вообще общий фон да это магия красоты наводить красоту любые трансформации со внешностью плюс на деловая сфера все у вас будет хорошо но личная жизнь как-то переманивает перетягивает на себя одеялко личная жизнь бурлит кипит здесь на то и здесь какие-то происшествия перемены по личной жизни они просто неизбежные перемены очень даже классный ну и в чем ожидается удачи у нас здесь картина маслом некий мужчина будет искать к вам подход мужчина с любовным интересом мужчинам которого к вам чувства и который прямо желает украсть ваши 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 внимание украсть вас у всего мира желание буквально вас украсть ну и вас в чем ждет удача удача в любви удача в любви где-то знаете некий закат прекрасный весенний может прямо действительно наполнен быть чувствами эмоциями любовью девочки прямо я вижу какие-то вот прямо свидания какие-то прогулки какие-то совместные поездки здесь очень очень хорошо и открывайте с этим новым возможностям своим пускайте любовь вместе с весной в свое пространство свою жизнь наслаждайтесь жизнью потому что вот эта суета внешнего мира вот эти дела это все очень как бы есть неотъемлемой частью нашего пространства но все это не только дополнение дополнение к этому центру а центром является любовь от центра является личная жизнь и счастье которые внутри вас давайте посмотрим дальше и так предупреждение для вас на этот период давайте посмотрим какое предупреждение для вас где будь поосторожней где быть бдительной давайте посмотрим девочки разборки какие-то я конечно бы сказала что здесь именно для тех кто в ссоре вот сейчас и там накаленная обстановка потому что кто-то может знаете появиться в зоне вашего внимания некий мужчина здесь прямо вот какая-то борьба между мужчинами будьте осторожны потому что вы знаете как-то назревает какая-то ситуация может проходить момент что некий мужчина из прошлого с которым у вас по сути да уже какие-то точки расставлены какие-то не расставлены но по сути я вижу что идите вперед совет иди вперед не останавливайся потому что вы знаете как бы человек взывает к тому что было желая какие-то поднять воспоминания может узнать как вынырнуть тот кого не ждете по сути уже может появиться может какие-то знаете шаги не туда не сюда вот делать желание побороться за ваше внимание вы уже умчались понимаете он вот этот волк который уже очень очень отстал а вы уже умчали свое новое счастливое будущее очень может быть знаете как где вам нужно быть бдительной некие некая ситуация столкновение или выход на контакт человека из прошлого человека с которым по сути у вас где-то какие-то точки расставлены какие-то еще и не расставлю и этот мужчина он появится в желании привлечь ваше внимание побороться за ваше внимание потому что пришло ощущение что он отстал что вы ушли далеко вперед а он остался где-то позади и вот не может человек с этим смириться и здесь конечно проходит знаете совет вам иди вперед не оглядывайся назад иди мчись вперед где-то знаете это человек свое время поспешил и сжег какие-то мосты а теперь пришло время и тебе что-то сжечь и мчаться вперед то есть девочки смотрите здесь конечно может быть мужчина из прошлых отношений в может быть человек с которым вы давно не встречались почему-то проходит момент что вам и не стоит возрождать вот эти какое-то ваше общение то есть это не обязательно может быть на прямо любовная сфера это может быть человек с которым вы давно не виделись не встречались не поддерживали какую-то связь здесь прямо совет и не надо ее поддерживать не нужно вот этих разговоров не нужно поддерживать вот эту связь иди вперед иди в новые знакомства они у вас будут они будут очень интересного вот как-то вот не стоит вот поднимать то что уже как бы ушло вот такая ситуация почему-то человек как бы пожелает вашего внимания зачем тебе это внимание зачем четверка мечи вот действительно у вас сейчас какая-то тишина затишье какой-то вообще то есть связи нет вообще с этим человеком связи нет а вы знаете этот человек может даже и прийти но я бы сказал одолжить денег одолжить каких-то денег ну да очень может быть очень может появиться в вашем пространстве чтобы как-то с вами с вами пообщаться и здесь знаете проходит как дополнительного ресурса человек хочет от вас человек хочет от вас дополнительного ресурса но здесь прямо знаете моменты двигаться дальше не нужно вот эту связь налаживать не нужно вот эту свою связь укреплять здесь больше проходит что иди дальше то человек свое время сжег мосты в свое время ты была ему не нужно а теперь пришло время до тебе что-то сжигать и двигаться дальше смотрите может кто-то даже может пройти что кто-то к вам обратиться одолжить денег и здесь вам совет дай столько сколько не будешь ждать в ответ то есть вот открыла кошелек сколько можешь дать так чтобы она тебе нигде не упиралась да и нигде ты не чувствовала вот этого что ты вот отдала теперь тебе не хватает и не жди что тебе эти деньги вернут ну то есть такая ситуация да здесь прямо напрямую не то что отказать кардинально а просто дать столько сколько ты сможешь и не и так чтоб ты не ждала вот этого долго и так и говорить вот такую сумму как ты говоришь например я не могу тебя доложить но я могу одолжить тебе вот такую вот сумму и все более того вы знаете здесь конечно совет особо какой каких-то вот именно какие-то уединения знаете вот с любимым человеком наедине наедине где-то будет наедине где-то вот куда-то поехать быть возможно где-то нужно избегать большую большого скопления людей вот такая ситуация где-то избегать большого скопления людей нужно вот такой вот у нас совет вот такой у нас ситуация дальше мы посмотрим на что вам стоит обратить внимание здесь и сейчас посмотрим на что стоит обратить внимание здесь и сейчас мой какая-то перемена идет вашу жизнь это перемена значит так девочки возможно у вас есть какая-то подруга возможно есть какая-то коллега которая к вам очень хорошо относятся у вас какие-то дружеские отношения могут быть с этим человеком вот здесь идет момент этот человек это женщина вам что-то очень классное предложит волна вам предложит какую-то смену энергии смену обстановки возможно пойти погулять после работе знаете не ехать а просто пройти где-то по парку или там сходить куда-то вот соглашайтесь соглашайтесь это будет хорошее время это очень приятные эмоции вам принесет возможно куда-то вместе пойти знаете потому что это идет как смена энергии смена вообще состояние хорошее настроение и здесь прямо ну вот стоит сходить потому что знаете стоит с этим человеком и пообщаться и вижу что какая-то прямо очень приятная женщина есть вашем окружении и она как бы пожелает с вами общение пожелает с вами общение возможно она что-то вам хочет рассказать вы и что-то расскажите у вас будет какой-то приятный взаимообмен энергиями и вы будете очень довольны вы будете очень довольны какой-то прогулка или встречи с этим человеком или же вот просто каким-то определенным разговором то есть на что вам снова стоит обратить внимание вашем окружении есть очень хороший человек который женщина которая в будущем знаете принесет некий позитив ваше пространство и это будет какой-то правильный взаимообмен энергетический с вами то есть вы где-то откликаетесь до с этой женщиной энергетически то есть вы какую-то пользу приносите ей и она свое время принесет пользу вам это человек который в будущем вам пригодится вот здесь знаете так возможно немножечко так суховато прозвучить но она так то есть это это женщина она в будущем вам пригодится это может быть человек который придем новым ваше пространство да то есть появится вашем пространстве новый человек сотрудница или новая соседка или просто пересечении судьб и вы познакомитесь где-то с женщиной да она может стать для вас прекрасной подругой прекрасным человеком который по сути в будущем почему-то вот так показывает что пригодится это смена энергии это прекрасная позитивная смена энергии для тебя и она тебе нужно откликайтесь в этом человеке вы найдете соратника вы найдете интересного собеседника и подругу вот так вот ну что же давайте посмотрим совет давайте посмотрим совет совет для королевы кубков на апрель апрель удается уделяйте этому время да и все и счастье вам вам предначертано то есть некие ваши труды принесут очень хороший результат вы как уйти свое счастье и даже если сейчас вам очень непросто и где-то окружает вас возможно не совсем те люди которых вы хотели бы видеть рядом окружает вас возможно не совсем те обстоятельства не совсем то работает а деятельность которые вы бы хотели заниматься занимайтесь знаете как уделите время тому что вам нравится этим вы куете свое счастье так или иначе вы придете к некой перемене которая будет для вас очень очень удачной очень удачной и совет вам займитесь тем что вам нравится займитесь тем что приносит вам удовольствие общайтесь с тем кто приносит вам удовольствие и где-то увеличьте время да вот этому хорошему своей жизни потому что вы знаете какая-то перемена идет вашу жизнь перемена которая позволит вам изменить все к лучшему вообще этот период это перемена к лучшему где-то какую-то суету где-то какие-то знаете нерешенные вопросы какую-то вот бытовую суету вы как будто вы оставляете позади и действительно насладитесь счастьем в этом периоде очень очень хороший период совет вам обращайте внимание знаете на хорошие занимайтесь хорошим и возможно сейчас не все так как вы бы хотели но будет так как вы этого хотите чтобы быть счастливой будете счастливы будете счастливы вот такой вот у нас третий вариант ставьте лайки подписывайтесь на канал счастья радости любви смелого и благородного человека рядом всего вам самого лучшего и до новых встреч и так четвертый вариант королева пентакли стихия земля знаки зодиака телец дева козерог и так мои дорогие давайте посмотрим что же ждет вас в апреле апрель для вас давайте посмотрим каким будет апрель для вас апрель для вас ухты первая карта карта целительства очень хорошо и магия красоты трансформации перемены со внешностью вот смотрите как речь и чтобы начертана того не изменить да чему быть того не миновать вот такая вот у вас ситуация будет на апрель месяц вообще-то я вам скажу что общий фон очень даже хороший очень даже хороший он даже вот в общем вот в какие-то вести к вам будут приходить очень хороший какая-то перемена улучшение со внешностью очень хорошо вообще карта целительства прекрасная карта которая говорит об улучшениях в общем да и касаемо материального плана касаемо работы касаемо некой вашей деятельности некой ценности которая будет увеличиваться вашей вообще жизни здесь конечно совет уделить время себе обратить внимание на свое здоровье обратить внимание на себя какие-то да возможно то что вы едите что вы пьете дайте некую знаете какую-то легкость до легкость возможно больше фруктов больше овощей какие какой-то чашечку кофе можно заменить чайком или знаете какое каким-то полезным даже отваром некие перемены со внешностью сесть на диету обратиться к врачам очень хорошо да если у вас запланированы какие-то походы к врачу какие-то плановые проверки здесь очень даже хорошо да я вам скажу что эти карты могут показывать что в этом периоде некие возможно какие-то хронические в моменты да они могут о себе напомнить и вы знаете что здесь прямо проходит момент что некий ваше обращение к врачу они могут быть очень точечными очень полезными то есть и человеку будет видно чем он может вам помочь и действительно улучшение придет от лекарства от вот от того лечения которое будет применено если вы запланирование какие-то перемены скажем так какие-то вмешательства в этом периоде очень хорошо быстро и будет восстановление очень качественное восстановление будет вообще-то как ну вот под горочку все будет идти очень даже хорошо но здесь прямо вот такой момент удели себе время обрати на себя внимание не на работу не на кого-то не на что-то на себя прислушайся к себе и я вам скажу что улучшение будут очень видны и даже людям окружающим некая и суета уйдет знаете как прилив сил будет хороший месяц для вас более того показывает карту прислушайся к себе вот прямо знаете вот как ясновидение в себе ищи ответ в себе прислушайся да и себе у ли удели внимание потому что так или иначе ты являешься центром так или иначе все вокруг тебя вертится и нужно чтобы этот центр он был крепким он был здоровым и вот такая вот ситуация да я вам скажу что в этом периоде очень вероятные интересные знакомства интересные какие-то договора какие-то важные события в вашей жизни общение с определенным человека как нужную информацию получаете узнаете что-то очень важно и нужно и для себя в этом периоде конечно будете окружены каким-то вниманием людей вы даже можете столкнуться с тем моментом что вам будут говорить что вы хорошо выглядите что вы как-то посвежели похорошели да вот это внимание к себе она даст такой результат возможно кто-то на этот период действительно запланировал какие-то вмешательства запланировал какие-то пельмены но вот здесь будет улучшение и это улучшение но буквально будет видно на вашем лице то есть вы будете выглядеть лучше вы будете выглядеть хорошо молодо свежо то есть здесь вот некие да ваши ваши какие-то действия будут иметь результат но и в то же время если вы пронивелируете этот период потому что он очень хороший для именно восстановления для лечения для улучшения вашего состояния здоровья здесь не то что знаете здесь каков впрок будет идти в пользу будет идти все что вы будете делать если вы пронивелируете если вы знаете нырнете с головой в работу в какие то дела там тоже будет результатом тоже результат будет хорошим но где-то ваше здоровье она будет знаете как вот этот период прямо заняться здоровьем с собой где-то больше отдыхать где-то знаете заняться собой вот вот просто заняться собой потому что отбросить какую-то какую-то тяжесть потому что возможно очень много на себя берете очень много на связь гружаете ну что ж вообще-то я вам скажу что энергия направлена вверх энергии будет много и вы знаете не спешите потому что как будто бы вот идет момент что ты все можешь решить и все свои дела ты можешь решить а вот это нужно решить здесь и сейчас все можно отложить а вот этот вопрос это касаемо здоровья касаемо своего самочувствия нужно решать здесь и сейчас а какие-то суета какие-то дела какие-то материальные вопросы это все решится со временем это все можно отложить ну что ж давайте посмотрим дальше давайте посмотрим работа дела учеба что здесь ждет работа дела учеба и совет ну здесь да здесь очень хорошо будут развиваться события очень хороший вообще и какие то вот прямо перемены идут в что касаемо учебы здесь как что-то от вас скрыто что-то скрыто что-то проявится здесь может быть смена лектора средна человека от которого вы принимаете знания здесь будет какие-то перемены может быть какие-то каникулы у кого-то возможно здесь проходит ситуация на новые знания что-то скрыто и будет проявлена как-то в последний момент То есть последний момент могут отправить на курсы повышения квалификации или же что-то, какие-то новшества появятся в работе и нужно что-то изучать, да, и вам пока что этого не видно, но это может вот произойти в последний момент. Также это может говорить о неком резком вашем увлечении чем-то, то есть что-то увидите, скажем там в ютубе, да, чем-то заинтересуетесь, каким-то новым хобби или какая-то вот грандиозная идея вам придет. Также эта карта показывает, что будут даваться те знания, которым, ну вот тяжело вам идут, например, вам тяжело даются иностранные языки или, например, вождение автомобиля, да, вы давно мечтаете получить права, но вот как-то тяжело вам даются такие знания, здесь они пойдут легко, здесь оно как бы для вас откроется. И также если вам тяжело даются иностранные языки, здесь вам это может дастся легко или чего-то вы не умеете, но хотите этому научиться, вот здесь эта энергия пойдет вам легко, как бы откроется, да, то, что скрыто, потому что жрица под ней луна, то есть откроется то, что скрыто, то, что не давалось, сейчас оно как отпускает, оно открывается, оно дает вам определенную энергию. Если вы занимаетесь каким-то энергопрактиками, да, духовным развитием и где-то в своих поисках истины, в поисках своего призвания, в какую-то глухую стену упираетесь, понимаете, что, наверное, не время, да, пока что вот пройти дальше. Здесь вы действительно можете рвануть дальше, можете выйти на новый уровень, какие-то знания очень хорошо вам будут даваться, именно, возможно, где-то эзотерического плана. Найдете свой поток, найдете свою энергию, найдете свои русла и очень можете обрести хороший уровень. Что касается дел, я вам скажу, что дела очень хорошо будут идти через мужскую энергию, то есть, если вам нужно решить какой-то вопрос или вы к кому-то обращаетесь, очень предпочтительно обращайтесь к мужчинам, через мужчину это все будет идти хорошо, быстро, легко. Почему? Потому что вы прям понравитесь человеку. Очень может проходить, что именно женский ваш шарм, ваша привлекательность, она немножечко вам какие-то двери, да, откроет, потому что я вижу, что некая личная симпатия, она поможет вам решить какие-то вот прямо дела. То есть, например, даже если вы риэлтор, да, занимаетесь продажей недвижимости или вы работаете в салоне красоты, ваше личностное обаяние, да, даст вам какую-то фору, принесет вам определенный успех, подход, ваш подход к людям, некий разговор, некое общение с человеком, оно даст вам вот этот момент, знаете, как открыл, откроются какие-то определенные двери для вас. Да, эта карта показывает, что вам будут идти навстречу, вам захотят с вами взаимодействовать, захотят вам помочь, захотят какие-то ваши дела, вот прямо знаете, как на вашей стороне будет человек и поможет вам, очень может быть прямо такая качественная помощь в делах. Если вы заключаете договора, какие-то, вот знаете, моменты, вот здесь ваше женское обаяние, вот оно здесь прямо, ну не знаю, будет играть роль, то есть вы понравитесь как человек, как женщина, как обаятельная, ухоженная, красивая женщина. Вот прямо вот понравитесь, и с вами будет легко идти беседа, вас будут слушать, к вам будут прислушиваться, то есть здесь очень даже хорошо. Да, эта карта, она может показывать, знаете, что вы чувствуете, будете себя достаточно уверенно, вот достаточно уверенно. И возможно, какие-то слова, они будут вами очень так восприняты, ну знаете, как вы будете видеть, когда вам говорят правду, вот то есть будете видеть, когда вам говорят правду. Но по сути я вам скажу, что в делах будет какая-то удача, и этой удаче может кто-то позавидовать. Вот здесь такой момент есть. Плохая энергия, да, то есть завидовать удаче не очень хорошо, но тем не менее я вижу такой момент. Некие переговоры будут очень удачны, особенно если переговоры будут с мужчиной, если деловая встреча будет вот так или иначе с присутствием мужчины, она пройдет очень-очень хорошо. Настолько хорошо, что кто-то вам просто, знаете, будет завидовать вашему некому успеху в делах. Что касается работы, по работе вы знаете, как-то много напланируете, но возможно не все сможете реализовать, не все сможете реализовать, что будет напланировано. Могут быть какие-то разговоры, не пойми что, не пойми, вы знаете, какие-то разговоры не совсем правдоподобные, могут витать в рабочем пространстве. Но здесь я вам скажу, что все сложится лучшим образом и не стоит нагнетать, не стоит какие-то иллюзии, знаете, вот впускать в свое пространство, потому что так и знаете напрямую говорить, откуда знаешь, ну вот, знаете, вот какая-то информация, откуда знаешь, откуда эта информация к тебе пришла. То есть эти вопросы нужно задавать, откуда ты это узнала, потому что вот какие-то тревожные новости, они могут просочиться. Новости, с которыми не знаешь, что делать и не знаешь, верить им или нет. То есть в рабочем пространстве такая ситуация может быть. И я вам скажу, что этот период пройдет легче, чем вы сейчас думаете. То есть, возможно, на сегодняшний день вы очень много планируете, знаете, что там вот какая-то на работе может быть напряженка, он пройдет легче, чем вы думаете. И также новости или какая-то информация, которая напряжная, да, она тоже будет не совсем оправдана и пройдет вот вообще-то, этот месяц пройдет легче, чем вы себе думаете. Более благоприятно. Вообще-то я вам скажу, что сферой работа-учеба вы будете очень довольны, очень здесь все хорошо. Давайте посмотрим дальше, давайте посмотрим личную жизнь. Личная жизнь. Что здесь у нас будет происходить? Какие события будут происходить? Так, что у нас здесь происходит? Ну что ж, я вам скажу так. Кто-то остался в пыли позади, может здесь выйти на связь. Если вы с кем-то в ссоре, человек может выйти на связь. Узнаете, как стучит ему время, может прийти, что-то будет вам предлагать. Еще что там по личной жизни. Заверенится хороших событий в объятиях любимого человека. Очень хорошо. Да, и по Ярофанту. То есть, очень хорошая энергия, в общем, к лучшему энергии. Очень хорошее на объединение. Знаете, как мостик выстраивается. Такая вот ситуация. Для тех, кто сейчас в поиске, давайте возьмем еще карту. Для тех, кто-то хочет с вами поговорить. Вот некий мужчина, который сейчас, знаете, как-то или вы не определились, чего он хочет, или он не определится, чего хочет. Вот пришло время действительно определяться. Для тех, кто сейчас в поиске девочки, может проявиться человек, который есть в вашем окружении. И вот, знаете, какие-то знаки внимания от него есть, но вот каких-то решающих шагов нет. Вот в этом периоде как-то все станет на свои места. И, возможно, не для всех это проявится, как вы войдете в пару. Потому что вышел старший аркан влюбленный. То есть, очень может быть, что вы выберете другого мужчину. И с этим человеком как-то у вас разговор закончится. В плане каких-то мечтаний. Для тех, кто в поиске еще. Хорошие карты вам идут. Хорошие. Перспективные. Хорошо. А выбор будет между кем и кем. Будет выбор. Выбор между настоящими отношениями и какой-то иллюзией. Какими-то скрытыми. Намеками, полунамеками. Какими-то не пойми чем. То есть, я вам скажу так. Что у вас может образоваться выбор. И тот мужчина, который вокруг вас вертится, каких-то, знаете, решающих шагов не делает, он может их сделать. Но в момент, когда он это сделает, у вас как будто бы будет выбор между какими-то... Знаете, еще один мужчина будет. Ну, пока ты молчишь, ты останешься нищим. Ну, вот такая вот ситуация. То есть, вам может признаться в чувствах своих человек, которые есть в вашем окружении, от которого вы, возможно, и ждали каких-то проявлений. Но проявится он тогда, когда, вот, знаете, в ваше пространство, возможно, другой мужчина какой-то интересный войдет. И вы будете себе задавать вопрос. Где ты был? Я от тебя этих шагов ждала, вот, например, там, месяц или две недели, или там, больше. Да, ждала твоего звонка, ждала или ждала от тебя каких-то активных шагов. А сейчас, когда вот начал проявляться еще кто-то, вот ты появился, и вот что мне с тобой делать? Вот как бы и нравится мужчина, но вот как-то он, он как-то не вовремя уже начнут проявляться. Вот такая вот ситуация. То есть, где ты был раньше? Где ты был раньше, когда не было никого? Когда я была свободна, и ты вокруг меня ходил, вертелся, крутился, в глаза засматривался. Не звонил, не писал. А сейчас вот очнется, начинает проявляться. Тогда, когда у вас действительно, вот, возможно, какое-то или новое знакомство, или какой-то интересный мужчина ваше пространство вошел. То есть, ваши мысли уже уходят в другую сторону. А здесь вот этот начинает проявляться. То есть, где ты был раньше? Вот такая ситуация. Для тех, кто сейчас, вот действительно, знаете, как начнет проявляться, но, возможно, вы, для вас это уже будет какая-то запоздалая история. Да, не нужно, уже не надо. Да, уже, как бы, и не надо. Ну, хорошо. Давайте посмотрим дальше. Посмотрим для тех, кто сейчас в паре. Для тех, кто сейчас в отношениях. Для тех, кто сейчас в отношениях. Ой, проявление любимого человека. Какое-то прямо красивое проявление чувства, эмоций. Возможно, какой-то подарочек для вас любимой. То есть, будете очень рады. Где-то какая-то неожиданность вас прямо ждет. Для тех, кто сейчас в ссоре, давайте посмотрим. тех кто в ссоре на четверка мечей какое-то застывшие состояние да здесь но здесь может быть примирение то есть нарушится некое молчание нарушится какая-то вот ситуация разногласия или тишины то есть здесь может действительно быть проявление да вы знаете как-то человек побоится вас потерять то есть он поймет что уже некуда тянуть время уже некуда тянуть время могу ее упустить и здесь человек действительно вот для тех кто сейчас в ссоре здесь может быть какой-то звонок от человека от мужчины может быть проявление знаете очень большая вероятность примирения лишь бы вы этого хотели потому что вот мостик буквально трещит под его ногами такое знаете ощущение что вот как некуда тянуть если он вот этот период упустит этот месяц он действительно опоздает очень вероятно что вот прямо ну вот какая как-то ситуация очень очень изменится очень очень изменится ситуация вы как попрощаетесь с ним ты возможно кто-то для себя прямо быстро какие-то вот временные рамки стоя с тем моментом что есть ли вот он на протяжении этого месяца не проявится не примиряться с вами то вы как бы то его время ушло он свое время потерял бы как с ним попрощаетесь вот такой вот момент но для для очень многих пройдет что именно будет нарушена молчание человек проявится человек проявится в том четком понимании что уже никуда тянуть никуда тянуть и и и все нужно нужно идти по зову своего сердца и так идем дальше давайте посмотрим чем ждет удача чем ждет удача апрель чем ждет удача к разоружите каких-то своих конкурентов разоружить и получите победу как-то удержите ситуацию возьмете под контроль и какие-то своих конкурентов уберете чем ожидается удачу очень такой хорошие шансы хорошие очень возможности какие-то тучи прямо расходятся у вас над головой очень хорошие возможности идут знаете здесь конечно проходит ситуации что вы сможете взять под контроль какую-то ситуацию действительно и улучшить ее улучшить ее качественно качественно улучшится какая-то ситуация вижу что ваши некой конкуренты или недоброжелатель вы буквально разоружить и какую-то угрозу берете чем ожидается удача удача ваша ожидается какой-то дороги в дороге дорога будет очень перспективной очень хороший какие-то свои волнения отбросить и никакой угрозы не будет угрозу вы разоружите угрозу вы уберете и очень какая-то перспективная хорошая дорога хорошие начинание очень вас ждет до шанс какой-то получите вот прямо удача идет шанс шанс какой-то какая-то возможность какая-то вот прямо и в дороге это про и как возможно куда-то ехать нужно будет или возможность куда-то поехать у вас появится и вы для себя прямо знать как ловите какой-то шанс какую-то возможность это по сути награда идет получите награду получите награду за свое за свое умение за свое старание дам за какие-то свои награду получишь за то что пройдено получишь награду за то что пройдено а какой будет эта награда в чем она будет в чем будет эта награда для этой девушки для этой женщины знаете вот действительно прошли вы какое-то разочарование сердечные возможно здесь найти дабы установить определенное равновесие до возможность на новые отношения вот девочки смотрите удача для тех кто сейчас выборе да вот здесь прямо для восстановления баланса вашу жизнь войдут новые отношения новые мужчины с любовным интересом войдет для тех кто сейчас в поиске то есть будет восстановлен баланс и там где у вас разбито сердце там где вы где-то печалитесь одиноки и откроете новые двери впустите свою жизнь нового человека будете очень-очень счастливы и его некие знаете ухаживания за вами они перерастут в нечто большее начинается новый цикл счастливый период вашей жизни если вы сейчас в паре в отношениях то это может проходить момент некого материального успеха какой-то шанс возможность какие-то финансы придут вам финансы на как и вы эти финансы потратите на какую-то дорогу или на транспорт да возможно кто-то купит новые новые автомобили или начнет копить на новый автомобиль или на какую-то классную поездку то есть так или иначе какая-то ну просто радостная очень новость она войдет ваше пространство действительно ждите удачу удача придет удача придет идут такие прямо качественные улучшения эти улучшения как знаете заслуженный подарок чтобы восстановить некий баланс некую гармонию вашей жизни там где ждете исцеление там вы это исцеление и получите идемте дальше давайте посмотрим предупреждение для вас где быть поосторожнее где быть поосторожнее повнимательнее вот сегодня прямо вот хорошо идут карты у нас идти поосторожнее повнимательней будьте поосторожнее повнимательней в общении с вообще вот вот ну вот в своим окружением и вижу что здесь кто-то будет завидовать вам завидовать какому-то успеху какую-то удачу в вашей жизни и будьте повнимательны потому что вот прямо можете знаете здесь может быть какая-то перемена перемена позавидует вашему вашей личной жизни очень может быть каким-то вашим отношениям в которых вы сейчас или которые возникнут у вас внимание от мужчин некая женщина вам позавидует позавидует никому обновлению вашей жизни хорошо как же быть осторожной с этой женщиной как с ней быть осторожны да ну не рассказываете о любви не рассказываете потому что знаете здесь как счастье любит тишину лучше пусть окрепнут ваши отношения пусть окрепнет ваш успех не надо как вы нагнетать и что-то рассказывать пусть человек сам узнают да но я вижу здесь конечно не стоит особо распространяться о неком о неком удачи о неком успехе о неких новых отношениях не в стоит никому рассказывать потому что какая-то прямо зависть будет а почему и чем эта женщина вообще угрожает ну вы знаете вот прямо башню идет я бы не сказала что это как-то повлияет на вашу личную жизнь на это накалит отношения между вами здесь очень может быть какие-то как сплетни до летние о мужчине сплетни о вас о мужчине какие-то женщины будут сплетничать и вы знаете зависть какая-то растет по отношению к вам и может все закончится не очень хорошо в плане том что в отношении какие-то портятся портятся отношения у вас с этими женщинами здесь прямо вот совет держи в тайне держи в тайне даже если тебе очень хочется рассказать держи в тайне твои отношения крепнут и эти женщины просто примут вот этот факт то есть что она вот так вот почему-то вот идет или счастье любит тишину держи в тайне то что это хорошее что идет твою жизнь не рассказывая своих планах рассказывая о том что уже осуществилось уже произошло то есть знаете не не нужно рассказать что мы там с любимым планируем куда-то уехать говорите о том что мы уже приехали мы уже съездили прошу провели хорошо время и приехали то есть постфакту для того чтобы ваши планы не сбивались для того чтобы ничего вашим планам не мешало потому что зависть есть и это за не знаете она создает нехорошие вибрации которые вам не нужны то есть не то что молчать но говорить постфакту то есть не то что я собираюсь идти на свидание а уже прийти сказать я была на свидании да с классным мужчиной он не очень понравился очень хорошо и с ним провела время вот так вот мои дорогие также не рассказываете о планах рассказывайте уже о о том что уже осуществилось уже произошло дабы некие вот эти негативные завистливые вибрации не мешали лучшему приходить ваше пространство и так мои дорогие идем дальше давайте посмотрим на что вам стоит обратить внимание на что стоит обратить внимание в апреле императора на мужчину на мужчину властного на мужчину сильного мужчину который вам придет на помощь да по справедливости придет на помощь обратите на него внимание в полной мере вот я вам скажу вот такая вот ситуация обратите внимание на мужчину который придет тебе на помощь а он тебе на помощь придет и всячески будет желать тебе содействовать потому что этот человек знаете это как начало вашего никого общения начала это может быть деловая деятельность то есть некий мужчина вам поможет добиться какого-то успеха результата по справедливости да и это будет началом вашей очень хорошей плодотворной работы для кого-то это может пройти момент что именно мужчина который вам поможет по справедливости войдет в вашу жизнь дату есть у вас будет развитие отношений и некое знакомство как знаете постучать в дверь может принести очень хороший результат здесь конечно я вам скажу что здесь такая ситуация стучись в дверь это чего ты хочешь что чего ты просишь по справедливости в твою жизнь и пойдет и в полной мере по справедливости лучшему твою жизнь дверь откроется вот так вот мои дорогие ну что уж давайте посмотрим еще совет от высших сил для королевы пентаклей на апрель давайте посмотрим совет от высших сил для вас ой дверь какая-то откроется возможность откроется девочки просто вот смотрите ангел открывает вам новые двери новые возможность как раз пахнет для вас чтобы вышли дальше чтобы ничего вас не удерживало что ничего вам не мешало какая-то прекрасная просто великолепная возможность для вас откроется вот его в апреле и и знаете высшие силы будут благоволеть лучшему открыта дверь вот смотрите да как произнесла такие карты показали лучшему откроется дверь вашу жизнь ваше пространство знаете да такая вот прямо женственность энергия такая прямо ну что ж девочки смотрите как карты показали откроется дверь чтобы вы могли проявить свою женственность романтику любовь здесь прямо по личной жизни знаете очень хорошие события потому что десяточка кубков двойка жазлов старший аркан луна и десятка кубков для твоей женственности для твоей женской энергии для тебя для женщины откроется дверь новых возможностей дабы ты была счастливая и счастье свое в будущее унесла до чтобы шла в будущее и и знала что там тебя ждет счастье женщине вот королева пентаклей вы знаете что действительно какие-то очень приятные события вас ждут счастливые приятные события которым уже открыта дверь в вашу жизнь и это откроет вас как женщину некая романтика войдет в вашу жизнь и страсти любовь то что возможно где-то сейчас скрыто она будет открыто распечатано и вы будете наслаждаться своими вот этими женскими энергиями проявлением женских энергий вы вы знаете это как некой шанс и возможность реализовать свои все свои женские энергии открыть свои женские энергии и ощутить счастье в полной мере вот такой вот у нас третий раз к четвертый расклад ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам понравилось буду очень-очень рада счастья радости любви смелого и благородного человека в вашу жизнь всего вам самого-самого лучшего и до новых встреч